здравствуйте друзья черная пятница вообще пятница в данном случае черная вы все знаете что это не потому что специальный день такой пятничный выделен для афроамериканцев например нет совершенно другой смысл сегодня по черному по черному друзья дают скидки просто по черному и но раз не хочешь купить чай а купишь просто уже невозможно удержаться по таким цену раньше черные пятницы так сказать в нашей бытность начинающими американцы каждый раз какие-то были сообщения как каком-то городе люди там всю ночь стояли чтобы первыми заскочить в магазин и кого-то подавили при входе в магазин так они так они спешили так они что-то это топали и в общем бывали случаи что и погибали люди вот и это как бы становилось таким национальным бедствием ну не что прям уже бедствием бедствием но безобразие конечно из-за чего собственно люди погибают идиотизм но они еще заранее знаете заранее объявляли вот столько-то телевизоров уйдет там за полцены каких-то там модных сколько-то уйдет там чего ты вот надо было прибежать и сразу двигать там в тот отдел магазина который ну надо сейчас все это переместилась в значительной степени не полностью но значительной степени переместилась в интернет и там мало того там не только один день они эти скидки а там целый месяц торгуются этими скидками и как бы вот как бы черная пятница превратилась там в черный ноябрь можно так сказать в общем друзья если человек хочет что-то купить со скидкой то возможности у него много возможности много вам с удовольствием продадут со скидкой я уже не говорю о том что если раньше вот такая черная пятница это был один день в году и если ты в этот день не купил то значит ты в этот день не купил ссори то ему бы ты в другой не купил сейчас с интернет торговлей может быть даже лучшую цену в течение года можно еще где-то получить то есть не то чтобы знаете вот если ты в черную пятницу не взял тоже целый год надо ждать следующей черной пятницы нет господи так так много со всех сторон зазывают на разные дискаунты скидки вообще система скидок если так мы на нее в целом поглядим конечно люди на праздники подарки там всякие покупают вообще какие-то расходы есть связанные с праздниками поэтому это то самое время когда те кто производит оптовики оптовики дают какие-то скидки значит розничной торговли розничная торговля спускает какие-то скидки вниз значит людям и это все заранее готовится и так далее и есть некоторые приоритеты что ли вот в этом во всем то есть есть конечно очень мощные распродажи связанные с крисмасом рождеством и новым годом вот в этот момент люди покупают подарки принято дарить подарки они покупают подарки потом как-то так получается что люди перегружены немножко уже расходами и если вы хотите что-то продать например в январе то вы тогда должны тоже какой-то такой еще лучшее может быть целом предложить распродажу это будет после рождественский сел самое интересное начинается феврале феврале уже кредитные карты нагружены до нельзя мне прям ох подогревает от до нельзя нагружены и уже уже точно никому ничего не надо и вот тогда начинаются вообще самые шикарные распродажи это февраль никто не кричит об этом сильно но если вы так понаблюдаете скажем динамику цен то вот вы увидите что феврале когда уже совсем падает вот это вот покупательская активность то феврале может быть даже еще там больше можно сэкономить есть люди для которых возможность там ну купить дешевле на 30 40 там иногда 50 процентов это единственная возможность купить вот то что вот допустим для них что такое заветное прошли просто нету денег это это правда но вот например кремниевая долинах да тут более-менее у людей есть деньги но это уже такая спортивная начинается деятельность такая активность эти вот уже не не так важно что он там сэкономил там 50 долларов там или даже 100 а сколько важно что но вот как-то вот поучаствовал на вот как в олимпийских играх нам главное не побеждать а участвовать и вот это примерно такого же плана хорошо так так мне кажется я не знаю у меня светлана очень любит готовить в таких мультиварках и у нас есть мультиварка мы иногда на дачу когда едем мы с собой берем иногда и вот так она стоит там не знаю 100 долларов ну и сейчас он не видит ты знаешь где-то вот это мультиварка там за 65 продают вот black friday я тогда возьму прям пусть на даче уже стоит чем его возить то будем в эти и не то что там 30 долларов для нас какой-то жизни имеет значение честно но ну вот так психологически устроено пойти что цепляет цепляет вот иначе так и и приобрели сегодня я надеюсь там она тоже где-то в сети покупала не не надо было ехать в магазин не так чтобы в магазин ехать конечно уже сил нет вы спросите куда же ты едешь мигал петрович в нерабочий субботний день когда вся страна делает шопинг куда я еду я еду в офис друзья почему я еду в офис потому что люди приехали поговорить из сан-диего эти специально приехали из сан-диего поболтать там какие-то у них вопросы жизненные я думаю ну ладно раз такое дело чё же поедем в офис поболтаем заодно посмотрим как там в целом вы может быть видите что машин то на дороге почти нет вот я надеюсь вам видно более-менее никого нет пустая улица так все да ну что с москва с не то что с возрастом с американским стажем не только там скажем black friday перестает быть каким таким возбуждающим аппетит событием ну и вообще как бы сама идея чего-нибудь купить вот такого купить она как-то уходит на второй на третий план вот когда допустим ты живешь где-то вот мы жили в ссср и там купить было просто нельзя не то что вот там скажем денег нет а даже когда деньги есть а купить нельзя так интересное общество в котором и деньги есть и купить нельзя да те кто постарше знают а те кто помоложе они все равно не поверят я замечал начинаешь рассказывать они смотрят ну типа дядька врет там раз так бывает зашел в магазин полки пустые этом отвернул кран вода не течет давать но вообще люди это комики да так вот когда ты из такого вот из такой цивилизации приезжая же в другую где допустим товаров много или когда ты приезжаешь из цивилизации где вроде на полках стоит но но денег реально нет то есть как бы бедные страны есть такой вот то и вдруг стало доступным понимаете и такой как бы покупательский раж такой возникает и для этого хочется и того хочется и всего хочется а в какой-то момент ты уже как-то это пережил и тебе же особо ничего не хочется ну в смысле что надо есть а так чтобы там глаза загорелись там на какую-то покупку я даже не знаю мы когда только приехали первую неделю в нью-йорке там нас держали мы отмокали ожидая медицинских там каких-то освидетельствований в общем был как как раз был цензивен мы прилетели двадцать третьего числа числа мы приземлились в нью-йорке мысли уже проснулись уже в нью-йорке а сегодня 24 вот буквально вот русская 27 лет назад и один день вот такая же примерно погода была мы пошли там гулять ходили и обнаружились в нью-йорке друзья светланы по киеву в общем эти друзья пошли нас погулять поводить и подъехали на таком громадном крейсере но это был автомобиль но такой знаете серьезный автомобиль еще тех лет и значит сели мы на этот крейсер поехали на брайтон бич зашли в громадный двухэтажный какой-то русский магазин продовольцы и там было такое изобилие знаете но для нас которые приехали из страны с пустыми полками а даже когда полки не были пустыми там за несколько лет до этого все равно это было очень это было очень впечатляюще и у нас прямо так вот челюсть от упала вот а заехали мы для того чтобы пойти в гости к ним то есть ему жена сказал там ты вот ребят захвати и чё-нибудь купи там на ужин ну вот мы зашли туда чтобы он что-то купил на ужин то есть нам там лично ничего не надо было и он смотрит на нас так таким унылым взглядом и говорит а что говорит вам тут действительно нравится а я смотрю говорит ничего взять против и вот когда-то уже в таком состоянии что сможешь вроде и это ничего при том что полки ломиться разносолыми жестов вроде black friday какой уже не такой уже и black а такой как бы немножко грей так что вот такая вот такой вот у нас друзья черный черт такая ссоре такая у нас черная 5 черные фрайды и ходилка черная пятница иногда не сходится мужской женским там множественные с единственным это бывает бывает когда пишешь легче а когда так поток сознания тогда сложнее ну вот наверное все друзья мы с вами на этом месте распростимся знаете что возвращаясь памятью в памяти возвращаясь вот в те годы когда мы только приехали и приехали из ссср в ссср отсутствовала какая бы ты система мотивации людей к совершению покупок там не было купонов талонов носа талоны только если на дефицит какой там там не было скидок там не было никаких черных там серых белых вот там просто вообще товар это особо не было то есть нет не то чтобы знать и вот эта надпись вот мы шли там всюду была реклама летайте самолетами аэрофлота знаете это было издевательство потому что других то все равно не было вот не то чтобы знаешь вот есть там десять компаний а ты давай вот дружок политика ты аэрофлотом да и вот вот вообще рекламы как таковой не было и когда мы сюда приехали и вдруг там совсем это это был целый мир наверное вы уже сейчас как бы чего вам рассказываю но но тем не менее это был целый мир какие-то буклетики там с купонами талонами какими-то ценами вот допустим там какой-то магазин там скажем сэйфвэй и там на этой неделе вот скажем куриные вот эти окорочка там я не знаю 39 центов так они 49 за фунт а так 39 центов а когда ты так поживешь немножко и посмотришь то ты увидишь что в течение месяца есть одна неделя когда они не по 20 не по 39 тем более не по 49 а по 29 знаешь и вот ну то есть точки зрения тех кто рекламируется люди придут чтоб купить по 29 и уже на всю неделю затоварятся но это же не то как вот начинающий иммигрант он в одном месте пришел то время есть пришел взял то что там по дешевке потом пошел другое место взял то что там по дешевке и и так далее то это американец там на неделю сразу закупается и это было так потрясающе значит ты попал в другую цивилизацию всякие вот там скидки на самом магазине ты там подходишь или там еще такая и там на нем какая-то скидка прям на месте или например есть купон от производителя ну там скажем я не знаю там из пятерки скидывают доллар там ну за что нибудь вот а еще в магазине говорят а мы удваиваем купон вот если ты пришел с купоном от производителя то мы тебе еще от себя такую же сумму даем то есть это как сказать это занимало сознание это вызывало восторг и вот такие воспоминания по поводу черной черной пятницы все друзья приехал я на работу вот у меня черная пятница у всех выходной а я на работе ну это я шучу счастливо ну 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 Субтитры создавал DimaTorzok